Тема третьей лекции по курсу «Казахская интеллигенция и история Алашского движения. Исторические условия формирования казахской интеллигенции». План лекции. Первый вопрос, который мы рассмотрим. Исторические условия формирования казахской интеллигенции в начале 20 века. Второй вопрос. Социальный состав национальной интеллигенции. Цель данной лекции – раскрыть исторические условия формирования казахской интеллигенции, раскрыть их ценностные ориентиры, социальный состав и политико-идеологические взгляды национальной казахской интеллигенции. Первый термин «интеллигенция» возник во Франции. Он обозначал особый круг людей, первой общественной функцией которых являлась умственная деятельность. И они обладали особым складом и особыми общественными интересами. В России термин «интеллигенция» появляется с 1860 года и в введении его приписывают Бабарыкину. Тогда он обозначал группу людей, причастных к умственной активности, образованных в соответствии с самыми современными требованиями своего времени. В 60-е годы XIX века термин внес в себе смысл, возможность инакомыслия, а вот уже с XX века он представляет собой, то есть интеллигенция считается прогрессивной частью образованного общества, а не служителем реакции. Процесс становления казахской интеллигенции представлял собой довольно сложный и длительный процесс. В общественном сознании она утвердилась под названием «Окхандар», образованная и «Зиал-Лар», «Зиал-Лар» интеллектуалу. Рассмотрим исторический условий формирования казахской интеллигенции. Начало XX века идет проникновение капиталистических отношений в экономику России и Казахстана. Развивается капитализм. В это время происходит адаптация традиционного казахского общества к условиям и потребностям рыночно-капиталистических отношений. Усиливается колонизация. Идет массовое переселенческое движение, которое обостряет противоречия не только с царской администрацией, но обостряет и внутренние противоречия в казахском ауле и неминуемо вызывает брожение среди интеллигенции и простого народа. Безраздельное господство политико-идеологических установок, рост социально-культурной общности народов евразийского пространства тоже способствует появлению интеллигенции новой формации. В начале 20 века в казахском обществе шел процесс формирования новой генерации интеллектуальной элиты, которая воспитана на национальных традициях и получивших помимо мусульманского духовного европейское воспитание в российских университетах и институтах, а также в специальных учебных заведениях среднего звена и гимназиях. Слабость внутреннего рынка, отсутствие транспортных связей между регионами, узор школьного образования тормозили процесс роста и консолидации интеллектуальных сил края. Еще одним условием, которое способствовало формированию и становлению казахской интеллигенции, явилось национальное движение Востока, влияние буржуазных революций Запада. Это способствовало пробуждению национального самосознания, определяло формирование новых идей, мыслей, взглядов в казахском обществе. Когда мы говорим о формировании и становлении казахской национальной интеллигенции или национальной элиты, мы всегда должны учитывать главные факторы, которые повлияли на этот процесс. Первый фактор – это распространение мусульманского образования в самом Казахстане и возможность обучаться в мусульманских учебных заведениях за пределами Казахстана. До революции в Казахстане начальное образование можно было получить, обучаясь либо в мусульманских мектебах и медресе, либо в русско-киргизских туземных аольных школах. Мусульманские мектебы и медресе явились основным, а вплоть до начала колонизации России, единственными звеньями системы образования и воспитания детей коренных национальностей. В 1874 году мусульманские школы Казахстана были подчинены Министерству народного просвещения. В 1876 году появляются русские классы. Большой известностью и популярностью среди казахов пользовались крупнейшие медресе того времени. Это Галия в Уфе, Кусаиния в Оренбурге, Расулия в Троицке, медресе в городе Уральска. Стоит отметить, что хотя основным предназначением этих мектебов в медресе было религиозное образование, в их учебных программах существенное место занимали и светские предметы. Воспитанники медресе все более стали попадать под влияние передовых демократических идей. Они выступали против старых методов преподавания, невежества. Здесь получили образование такие представители казахской интеллигенции, такие как Жумаркпаев, Сералин, Майлин, Жумабаев, Ибрагимов и десятки других казахов. Отсутствие национальных средних учебных заведений в дореволюционном Казахстане вынуждало казахов отдавать своих детей в русские учебные заведения, в учебном процессе которых ретранслировалась русская культура, господствовал русский язык. Первым учебным заведением, которым был открыт доступ для детей и народцев, было Оренбургское Неплюевское военное училище, возникшее в 1825 году и переименованное затем в Оренбургский кадетский корпус. В числе первых воспитанников кадетского корпуса был известный казахский ученый Бабаджанов. На медицинском факультете Казанского университета обучались Алдяров и Чумбалов, Санкт-Петербургской медицинской академии Ипмагамбетов, Петербургском лесном институте Букиханов, на юридическом факультете Московского университета Апасов и Нурлханов, на 43-м юридическом факультете Петербургского университета Ахпаев, Каратаев, Аманжолов, Чукаев, Петербургском институте железнодорожного транспорта имени Александра I, Хамеджан Таншпаев, Томском технологическом институте Ермегов и другие. На формирование казахской интеллигенции влияли экономические факторы, такие как развитие капитализма. Развитие капитализма в Казахстане способствовало появлению не только товарно-денежных отношений, транспорта и связи, но и усиление колонизации края. Способствовало и возникновению периодической печати в Казахстане. Новую страницу в истории периодической печати открыл журнал «Алькап», первый номер которого вышел в 1911 году. Его издателем и редактором был Хамеджан Сиралин, известный поэт, прозаик, журналист. За 4 года существования журнала вышло 88 номеров. Журнал «Алькап» выходил в Троицке до августа 1915 года. Социальное неравенство казахского народа угнетало души прогрессивно-мыслящих людей, и этот журнал для казахского народа был особым явлением. Новая интеллигенция избрала другой путь, путь создания своей печати, которая стала бы глазом народа. И таким рупором стал журнал «Алькап». Сиралин сумел найти корреспондентов, журналистов, информаторов и сплотить их вокруг журнала. Особенностью этого журнала была в том, что в нем нашли отражение культурное, литературное движение и развитие общественной мысли казахского народа начала 20 века. А газета «Казах» появилась 7 с лишним лет спустя. Хотя некоторые источники свидетельствуют о том, что разрешение на издание казахской газеты под названием «Казах» было выдано Ахмету Байтурсуну еще в декабре 1905 года. Газета «Казах» издавалась более пяти лет. Но ни одно из предшествовавших изданий не могло сравниться с новой газетой ни по качеству, ни по разнообразию тематики, тем более по тиражу. Если в первый год газета «Казах» издавалась тиражом 3000 экземпляров, то, по сведениям исследователей из Оксфордского университета, позже ее тираж превышал 8000 экземпляров. Если за предыдущими изданиями стояли представители национально-религиозного движения, то газету «Казах» основали и издавали как раз западники, во главе которых стоял Алихан Бегиханов и его соратники по движению «Алаш» Ахмет Байтурсонов и Муржаков Дулатов. Издавая газету «Казах», они ставили перед собой не только научные, но и политические цели, которые были затем перечислены в Каркаролинской петиции 1905 года. Рассмотрим социальную базу национальной интеллигенции. Социальная база национальной интеллигенции необычайно широка. Среди Укагандар и Зиал-Лар находились вчерашние бедняки – Жандосов, Аймаутов, Дулатов. Дети среднего слоя – Мендешев, Байтурсунов, потомки степной аристократии – Шукаев, Теракулов, Дайбердиев. Интеллигенции во втором поколении – Астендяров, Перемжанов, Каратаев и другие. Казахи, которые издревле с уважением относились к образованности науки, увидели преимущество знаний, которые получали их дети в русских учебных заведениях. Теперь они охотно отправляли своих детей учиться в светские школы, но в то же время не переставали уделять внимание и поддержку Мехтебам и Медресе. По характеру, содержанию и результатам социальной практики и интеллектуального воздействия национальную интеллигенцию можно разделить на две большие группы. Первую группу образовала традиционная интеллигенция. Ее истоки рождения уходят в глубокую древность. Беки, батыры, полководцы, мыслители, религиозные деятели, наставники молодежи воспеваются в древнитургских памятниках письменности. Связь времен и поколений не прерывалась и в последующие века. На этапе эволюционного перехода к капитализму, как в социально-творческом, так и культурно-нравственном отношении, активную позицию занимало литературно-музыкальное крыло традиционной интеллигенции. В их творчестве отражались практически все проблемы жизни и бытия степи, начиная от рождения ребенка, окончая критикой указов царя. Представителями традиционной интеллигенции оставались и служители исламской религии, мулы, ходжи, ишаны, руководители, мечети. Следующая, вторая группа – это профессионально подготовленные специалисты, которые получили среднее и высшее образование. Если рассматривать ценностные ориентиры и политико-идеологические взгляды национальной интеллигенции, то нужно привести высказывание в 1926 году Турару Скулова. Он считал, что дореволюционная казахская национальная интеллигенция формировалась под влиянием двух начал – русской и мусульманской культур. Он говорил, получившие русское образование и связанное с русской администрацией стремились при содействии русской власти приблизить казахов к европейской культуре. А те, кто получил воспитание в татарских, башкирских и мусульманских школах, стремились просветить казахский народ путем распространения культуры мусульманского Востока. Хотя есть и исключения, например, скажем, великий казахский поэт Мамжан Жумабаев, который обучался в медвесе и вырос в достаточно религиозной среде, однако в своем художественном поэтическом осмыслении прошлого и настоящего он не ограничивался традициями и нормами мусульманской культуры и творчески использовал лучшие достижения – Данте, Гетте, Байрона, Пушкина, Лермонтова, Блока, Фета, Лерешковского и так далее. Например, Бимбет Майлин, который окончил несколько религиозных учебных заведений, в том числе медвесе Галия-Гуфе, вошел в историю казахской литературы как один из основоположников метода социалистического реализма. Таких примеров можно привести очень много. Таким образом, формирование и становление интеллигенции Казахстана в период с XIX по начало XX века было неоднозначным и представляло собой сложное явление. Расширение социальных резервов национальной интеллигенции отражало уровень и результаты включенности казахского общества в общероссийские процессы, рост потребностей экономики казахского края в специалистах на становление и формирование ценностных ориентаций и политико-экологических взглядов казахской интеллигенции влияли социальные изменения, которые происходили в обществе в конце XIX – начало XX века. Это включенность экономики в товарно-денежные отношения, развитие капиталистических отношений, усиление переселенческого движения и усиление колонизации края. В конце лекции мы предлагаем вопросы для закрепления темы. Первый вопрос. Что означает термин «интеллигенция»? Второй вопрос. Определите исторические условия формирования казахской национальной интеллигенции в конце XIX – начале XX века. Третий вопрос. Назовите факторы, влиявшие на становление казахской интеллигенции. Четвертый вопрос. Кого мы относим к традиционной интеллигенции Казахстана? Пятый вопрос. Почему интеллигенция начала XX века является национальной элитой новой формации? Продолжение следует... Продолжение следует...